Когда речь заходит о здоровом питании, вряд ли кто-то может представить, что это вкусно. Бендерчанка Алена Горина хочет опровергнуть этот уже сложившийся стереотип. Она намерена открыть заведение, где любое блюдо будет одновременно и вкусным, и полезным. Идея открыть кафе правильного питания Алене Гориной пришла примерно год назад. И не потому, что сейчас это модно, а потому, что все это действительно работает. Испытано на себе, рассказывает женщина. Крепким здоровьем она никогда не отличалась и с юности была пациенткой-гастроэнтеролога. О том, что жить здорово и можно обходиться без таблеток, она поняла пару лет назад, когда решила скинуть лишний вес и записалась на марафон правильного питания. Меньше чем за полгода сбросила 16 килограммов, а вместе с ними ушли и многие проблемы со здоровьем. Правильное питание – это не низкокалорийная пища, это правильное питание. То есть это для здорового человека. Достаточно просто, например, муку высшего сорта поменять на цельнозерновую, поменять на кукурузную, поменять на муку более грубого помола, ржаную. Если вы очень любите мучное, то начинать с этого. Конечно, резко поменять, не есть там что-то печеное – это сложно, я это позже понимаю, я через это все прошла. Посещая спортзал, Алена нашла много единомышленников, стала готовить правильные блюда не только для себя, но и для подруг и знакомых. Так появились первые клиенты. Еще Алена готовила десерты и продавала их в городских кафешках. Так собственное дело наладилось само собой. Свои умения Алена подкрепила знаниями в бизнес-школе, при торгово-промышленной палате. Экономическое образование у нее уже было. Вот я сейчас решила начать, я знаю, куда пойти, я знаю, какой пакет документов собрать. Это очень удобно. То есть просто мыкаться, тратить время на все возможные вопросы, расспросы, нам это все объяснили, все это рассказали. И опять-таки всегда был страх, что пойти в банк. Обязательно Советского Союза остался стереотип – тебя там надуют. Были представители банка, они объясняли. Если ты приносишь в свой бизнес-план, и они просчитали, дают тебе деньги, так они в тебя так же заинтересованы, какие ты в них. Для меня это было открытие. Небольшое кафе, кулинария и мини-маркет, где есть все для того, чтобы правильные блюда можно было готовить дома. Так представляет свой бизнес Алена в скором будущем. Если бы не пандемия, кафе она уже открыла бы. Это будет место семейных посиделок. Полезные вкусности здесь найдутся и для взрослых, и для детей, для всех, кто желает похудеть, и те, кто просто держит вес в норме. Меняя ингредиенты, можно поменять полностью калорийность. Вот специально для вас я даже посчитала. То есть вот здесь нет муки, здесь овсяные отруби. Вместо этого я добавила, честно говоря, 10% сметану. Но если нужно на сбросе, да, даже вот на примере этого пирожда, меняешь сметану и добавляешь просто йогурт 4%, и эта калорийность намного уменьшается. Контролировать вкусность и полезность в ЗОЖ-кафе будет нутрициолог. Вообще с врачами Алена планирует работать более тесно, чтобы в меню можно было найти блюда из любого диетического стола. По мнению начинающего предпринимателя, правильное питание – это не диета, а стиль и образ жизни. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение. Продолжение следует...